4 декабря в Музее истории города Заволжья состоялось подведение итогов и торжественное награждение участников и победителей выставки детских рисунков областного конкурса «Дети рисуют историю», посвященного 60-летию со дня пуска первого гидроагрегата Нижегородской гидростанции. Темой для творчества юных художников стала история строительства и эксплуатации Нижегородской ГЭС. Художественные воплощения нашли многие исторические факты. Важные этапы возведения гидростанции – техника, применяемая на строительстве оборудования и сооружения, эксплуатируемые на ГЭС. На открытии выставки было особо отмечено, насколько детально ребята вникали в сложные устройства гидростанции с исторической достоверностью, четкими соблюдениями технических деталей, масштабов сооружений, хронологией событий, отражая на своих рисунках историю гидростанции. Участники конкурса – ученики нескольких художественных и общеобразовательных школ Нижегородской области. Для выставки педагогами и жюри были отобраны более 40 работ, которые вышли в финал. На самом деле выставка сегодня закрывается символически, потому что она продолжит свою работу. Думаю, что может быть в некоторых школах она появится, а ко дню энергетику она будет размещена на Нижегородской станции. То есть работники ГЭС к своему профессиональному празднику получат вот такой подарок, такой знак внимания от маленьких художников. Если сказать, как мы мучились, вот это просто вы себе не представляете. Работы настолько высокого уровня, настолько они разные по настроению, по манере письма, что выделить лучшую правду очень сложно. Скажу честно, что по местам мы не распределяли. У нас есть несколько человек-победителей, участников мы тоже отметим. И всем вам огромное спасибо за участие, за креатив, за такое проникновение в эту тему, очень сложную тему. То, как вы прописывали детали на своих рисунках, это значит, что вы изучали, как устроена ситуация. Итак, диплом победителю конкурса рисунков «Дети и всю эту историю» вручается Дарье Петровой. Это уникальный рисунок, с точки зрения текларей. Вот этот рисунок, вот здесь, строительство плотина, с точки зрения технической, да, вот оценки. Он очень правильный, очень детальный и очень интересный. Вот. Диплом победителя вручается Сороку на имени. Замечательная работа. Ира, молодец. Всем приветствую. Диплом победителю конкурса вручается Никите Кожеметру. Очень приятно, что это сын, нашим татаром. Никита, молодец. Я рисованием занимаюсь уже третий год. Учусь в художественной школе. А как называется эта техника рисования? Эта техника рисования называется. Ну, углем я рисовала. Углем даже рисовала? Да, да. А сколько ушло времени на эту рисунок? Около восьми часов. О проведении этого конкурса мне рассказала моя, мой преподаватель Орлова Львенка Сандровна. И я решила в нем поучаствовать. А ты знала, да, тему? Да, то, что заводчик гидроэлектростанции будет, будет тема такая. Я решила поучаствовать. Откуда ты брала этот образ, как этот из-за информации? Я нашла фотографию в интернете, черно-белую, и решила нарисовать ее в технике углем. Ты заняла в конкурсе в этом конкурсе? Да, я заняла. Призовое место? Да, призовое место. Я победила в этом конкурсе. А ты смотрела, что в подарки у тебя какие-то? Да. Скажите, нам, что интересно. Папка акварельной бумаги, художественные гуашевые краски, две синтетические кисточки и стакан, где написано «Нижегородская гидроэлектростанция». Маша, ты участвовала в конкурсе? Да. А конкурс на какую тему был? Нижегородский ГЭС, там работает мой папа. Скажи, пожалуйста, на какую тему он у тебя? Что там нарисовано? Там нарисованы деревья, птицы, вода. Ты рисовала природу, которая около ГЭС находится? Да. Какая ты умничка. Скажи, пожалуйста, ты получила какой-нибудь здесь подарок? Да. И что тебе подарили? Альбом, краски, книжку, кружку. Юные художники работали в нескольких живописных и графических техниках. Гуашь, акварель, уголь и карандаш. Были и те, кто сочетал их в одной работе. При обладании черно-белой гаммы в рисунках придало экспозиции сходство с архивными фотографиями. Вот на одном рисунке перекрывают русло Волги. На другом рабочие монтируют роторагрегата. Вот через шлюзы идут первые суда, идет большая стройка. Без сомнения, у всех авторов получилось отразить историческую хронику. Наш конкурс рисунок называется «Дети рисуют историю». Название от того, что как раз темой конкурса стала история Нижегородской гидроэлектростанции, ее строительство. Интересный момент здесь такой. Мы дали ребятам задание самостоятельно изучить тему, как у нас возводилась ГЭС, какие сооружения последовательно появлялись в нашем гидроузле. И наблюдая результаты, мы поняли, что изучили они это досконально, внимательно. И теперь они не просто проезжают по мосту в городец или обратно. Они знают, что это за предприятие, какую роль оно сыграло в истории города и как оно развивается сейчас. Выставка работала у нас в течение месяца. И практически весь этот месяц мы с жюри мучились о том, как определить победителей. Потому что настроение у работы совершенно разное. Какая-то работа передает современность, какая-то похожа очень на архивную фотографию, какая-то просто пейзажная. Разные в технике, разные в настроении, в исполнении. Поэтому победителей у нас получилось очень много. 14 человек мы отметили из 35. Ребята в конкурсе принимали участие со всей нашей области. Это Нижний Новгород, и Воскресенский район, Городецкий район, за Волжье. Балахна нам прислали работы своих участников. Поэтому статус у него областной. Высокий уровень работ был определен тем, что курировала его наша художественная школа. Они уже задали вот этот уровень высокий для участников. И его поддержали школы общеобразовательные. Надо сказать, что по манере, по уровню работы они, в принципе, отличаются, но ненамного. Потому что преподаватели старались, чтобы ребята все показали себя в полной мере, в полном спектре. Наши призы поддержали тему. И все ребята ушли сегодня с красками в подарок. Победители получили профессиональные кисти, краски, планшеты с бумагой. Я думаю, что их творчество будет продолжено на радость нам. А мы очень хотим, чтобы этот конкурс был традиционным и проходил ежегодно. Может быть, нас поддерживают еще какие-то предприятия. Но вот Нижегородская ГС очень хочет эту традицию сохранить. Стоит сказать, что экспозиция будет открыта до середины декабря в Музее истории города Заволжья. Мне довелось быть на открытии этой выставки. И я был как-то в восторге. Вот люди непрофессиональные еще. И они не помнят, вроде бы, как начиналось. Я это все видел. Это прошло на моих глазах, в общем-то. И настолько они интересны, вот, этот вопрос решили. И в композиции, есть там в цвете, в рисунке. Удивительно. А младшие вот ребятишки, так те, от их работ... Я вообще в восторге. Вот, я не знаю, кто это меня поймет. Но это на самом деле. Там вообще никакого профессионализма нет еще. Там одни чувства. Чувства. И вот, видимо, какие-то эмоции сыграли вот на... Чтобы эта работа такая состоялась. Это очень приятно. И в целом выставка получилась просто прекрасной. Они уже владеют определенными навыками. Вот, в рисунке, в тоновом рисунке, в линейном, в цвете. Есть декоративные, есть просто вот живописные. И, наверное, у них какое-то будущее есть вот на этой стезе. И вот очень приятно, что я не один тут. А у меня вон много-много вот последователей. Маленьких, которые вырастут и, возможно, будут... И перерастут меня вот в творчестве. Я буду только рад. Хотелось, чтобы это не было вот и первой, и последней. Чтобы за ней еще какие-то были там.